Добрый день, дорогие друзья! С вами Вика. Я рада вас приветствовать на своем канале. Я благодарю, что вы остаетесь со мной, смотрите видео и подписываетесь на мой канал. Кто еще не подписался, я вас приглашаю это сделать. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы быть в курсе всех новинок, которые появляются на моем канале. Сегодняшняя тема видео, которую я выбрала, называется «Дизайн карьеры». Почему я выбрала именно эту тему «Дизайн карьеры»? «Дизайн карьеры» или, можно сказать, «Работа своей мечты». Потому что от своих клиентов коучинговых я очень часто слышу такой запрос, что я хотела бы изменить или хотел бы что-то изменить в своей жизни. Мне не нравится моя работа, я хочу другую работу. Или я хочу открыть свой бизнес, или я хочу делать совсем другое в жизни, но не знаю как. Поэтому я решила сегодня поделиться с вами своим опытом, своими знаниями и рассказать, показать вам одну из методик, как можно проложить путь для достижения своей цели. Но прежде чем мы начнем, во-первых, возьмите, пожалуйста, чистые листы бумаги. Желательно, чтобы это были чистые листы и без линейчика клеточек А4. Ручку, чем вы будете записывать. И приготовьтесь записывать за мной ответ на каждый пункт, который я буду называть. Но прежде чем мы перейдем к записи на листах, я хотела бы сказать одну очень важную вещь. Что до тех пор, пока вы не осознаете, что нужно взять ответственность на себя, за свою жизнь, ответственность взять в свои руки и понять, что то, что где вы находитесь сейчас, это произошло лишь только лишь потому, что вы прилагали какие-то действия, что вы, может быть, наоборот, мало действовали, и поэтому вы находитесь сейчас там, где вы находитесь. Но у меня есть хорошие новости для вас. Это можно изменить. Это можно изменить очень легко, если четко понимать, чего вы хотите в своей жизни. И вот один из вопросов, который я задаю клиентам, я говорю, а что ты хочешь делать в своей жизни? И на этот вопрос, почему-то этот вопрос людей вводит в тупик, ставит в ступор людей. Люди мне могут отвечать, что я знаю, что я не хочу делать это, я не хочу делать то, я не хочу то, я не хочу сё. Но на вопрос, а чего вы хотите, люди не могут найти ответ. Так вот, я вам сейчас предлагаю на секунду задуматься и представить себя через пять лет. Каким или какой вы хотите быть, каким или какой вы себя видите через пять лет. И если вам легче, можете закрыть глаза и попробовать это представить закрытыми глазами, если вам так легче, если у вас так лучше работает иммажинацион, картинка, которую вы можете представить. И важно четко понимать, чего вы хотите, где вы хотите работать, что это за работа, что это за компания, как это выглядит, кто вас окружает, кто эти люди. И вот когда вы себе это четко представили, сейчас, пожалуйста, под пунктом 1, так и напишите на своем листочке. Через пять лет я себя вижу таким-то или таким-то, такой-то или такой-то. Я работаю, пишите, пожалуйста, обязательно это в настоящем времени, не в будущем, не я буду работать, а пишите, я работаю в такой-то компании, или я директор своей компании, или я владелец крупного холдинга, или я президент, не знаю, какой-то страны. Вот важно написать. И вы помните, что я назвала вам период пять лет. То есть когда вы пишете, что я работаю там-то, или я такой-то, или я такая-то, обязательно рядом напишите период, когда вы через пять лет понимаете, что вы будете на этой позиции или в этом месте. То есть если сегодня у нас восемнадцатый год, вы можете себе написать, к примеру, 5 мая 2023 года, я буду там-то. Если вы считаете, что вы можете туда добраться раньше, вы пишите себе срок тот, который вы понимаете, что вы будете там через более кратчайший срок. Сейчас вы поймете, почему я вас об этом прошу. Записали, да, где я себя вижу, каким я себя вижу через пять лет, где я работаю. Следующий пункт, пункт 2. Сегодня наша работа будет состоять из восьми основных пунктов. Сейчас мы переходим к пункту второму. Вторым пунктом я вас попрошу произвести оценку или ревизию ваших ресурсов, ваших возможностей. То есть нужно дальше под пунктом 2 листочек разделить на две части. И в левой части, пожалуйста, запишите те ресурсы, которые у вас есть на сегодняшний день, для достижения вашей цели, для того, чтобы получить ту работу, о которой вы мечтаете. Что это может быть? Ресурсы, что это? Это, конечно, ваши знания, ваши умения, ваш опыт приобретенный. Это ваше время, ресурсы, это тоже ваше время. И финансы. Может быть, у вас какие-то еще другие ресурсы. В общем, перечислите то, что у вас есть на сегодняшний день, чтобы быть тем, кем вы хотите. Чем больше пунктов вы перечислите, тем лучше. Ну, у кого сколько получается? Ну, как минимум, у вас должно быть там 5 пунктов, 3-5 пунктов перечисленных. Если вы хорошо покопаетесь, вы поймете, что у вас больше ресурсов, наверное, чем вы думаете. И в правой части, в правой колонке рядом, вам нужно подумать и написать, а чего мне недостает, чтобы стать тем, кем я хочу. И здесь вы тоже можете написать, что, естественно, например, там, если вы хотите стать, ну, я не знаю, балериной, да, мне недостает знаний, я не знаю даже, что такое Батман Тендю, я никогда в жизни не занималась балетом или не занимался балетом, то есть мне нужно для начала там записаться в хореографическую школу, да. То есть вот не хватает знаний, не хватает навыков, не хватает умений и так далее. Вот, пожалуйста, тоже перечислите те основные пункты, подумайте, что вам нужно для того, чтобы быть там, где вы хотите, чего вам не хватает на сегодняшний день, чего у вас нет. Это очень важный момент, очень важный пункт, потому что потом мы будем обращаться к этой части, к этому анализу. Есть, да, записали, чего вам не хватает. Если не успеваете, ничего страшного, можете потом второй раз смотреть видео, останавливать на паузу и делать это задание. Дальше, следующий пункт, четвертый, да, если первое, мы говорили про осознание, сначала нужно осознать, что я есть то, что я есть на сегодняшний день. Второй пункт, мы с вами записали ту цель, то желание, трансформировали в цель, которую мы хотим достичь, где мы хотим быть, какая наша работа мечты. И третий пункт, мы провели ревизию того, что у вас есть и того, что вам не хватает для достижения вашей цели, для того, чтобы стать обладателем той работы мечты, которую вы хотите. И четвертый пункт теперь, мы смотрим на правую колонку предыдущего пункта, где мы написали, чего нам не достает, смотрим на это и думаем, как я могу нарастить то, чего мне не хватает, как я могу приобрести, как я могу развить то, чего мне не хватает. И, например, если вам не хватает каких-то определенных знаний, то вы себе пишите, как вы можете эти знания, где вы их можете получить, откуда. Если вам не хватает опыта, тоже подумайте, как вы этот опыт можете приобрести. Если вам не хватает времени, подумайте, проанализируйте свой день, на что у вас уходит время, куда вы его деваете. Может быть, стоит меньше сидеть в интернете, тратить время меньше интернету, может меньше времени проводить с друзьями, больше времени посвящать чтению книг и так далее. И финансы. Если, например, у вас пункт, что вам сейчас на сегодняшний день не хватает такого важного ресурса, как финансы, это тоже очень для многих большое препятствие в достижении цели, то вы себе можете прямо написать, где вы можете эти финансы взять. Подумайте. В нашей жизни возможно всё, и важно просто понимать, чего вам не хватает, и найти способы, где вы можете это взять. Есть. Двигаемся дальше. После того, как вы ответили на вопросы себе, где же вы можете развить, приобрести те ресурсы, те навыки, которых вам не хватает, сейчас подумайте и под пунктом пятым ответьте на вопрос, какая поддержка мне будет необходима для того, чтобы всё это делать. Ведь мы все с вами, существа одинаковые, и нам всегда важно, чтобы нас кто-то поддерживал. То вы подумайте, кто из вашего окружения может вам оказать эту поддержку. И напишите себе, кто это. Это может быть кто-то из друзей, это кто-то из членов вашей семьи, это может быть кто-то из ваших учителей и так далее. Или может быть это какое-то сообщество в интернете, единомышленников, людей, которые именно в этой же сфере общаются и дают знания, делятся знаниями именно в этой сфере. Например, вы хотите стать бухгалтером, можно найти какой-то форум, где бухгалтеры обмениваются знаниями и информацией. Следующий пункт, шестой. Кого я могу попросить о помощи? Это тоже очень важный пункт, потому что зачастую многие люди думают, что вот, ой-ой-ой, мне столько нужно делать, и вот это надо сделать, и это всё самому, и я не знаю, как всё это сделать. Но вы знаете, не нужно бояться ничего просить в этой жизни. Есть, конечно, пределы разумного, но, например, если вы чего-то не знаете, можно спросить у друзей, например, какие книги вы читаете, чтобы развивать себя, чтобы расти, на какие тренинги вы ходите, какие у вас вообще просто, может быть, есть идеи, чтобы мне подсказать и помочь. Но вот здесь, пожалуйста, будьте аккуратны, и если кто-то из вашего окружения, кому вы обратились за помощью, вдруг вас начнёт отговаривать от вашей идеи, и говорите, да ну, да перестань, зачем тебе такое нужно, столько людей вокруг этим занимается и так далее. Пожалуйста, вы просто не слушайте таких людей, уходите от них подальше и ищите единомышленников. Очень важно окружать себя единомышленниками, которые вас поддерживают, которые вам помогают. То есть подумайте, кого из окружения вы можете попросить о помощи. Да, о помощи какой? О помощи в достижении, наращивании тех ресурсов, тех знаний, тех умений, того опыта, который вам не достаёт, тех финансов или я не знаю ещё чего. И следующий пункт, пункт седьмой, это будет у нас такой пункт более глобальный. Какие действия, сейчас вы подумаете, и вы должны написать, какие действия в течение ближайшего месяца я сделаю для того, чтобы приблизить себя к своей цели. И вот здесь важно прописать те задачи, которые вы готовы сделать. А задачи могут быть разные. Может быть, вы хотите больше вникнуть в тему, которая вас интересует, чтобы получить работу своей мечты. Для начала нужно что-то узнать об этом. То есть вам нужно сначала собрать информацию, может быть, опять же, пройти какое-то дополнительное обучение, или же разослать резюме, или же изучить рынок, где предлагают такую работу. Или же, если не предлагают такую работу, то как её создать, эту работу мечты самому. То есть вот седьмой пункт, вы должны прописать те действия на ближайший месяц, которые вы считаете нужным сделать. И очень важный момент, пожалуйста, когда вы будете писать каждый пункт, напротив каждого пункта ставьте графу, где вы будете указывать дату, срок исполнения этой задачи, этого задания. Это очень важно, чтобы вы понимали, когда вы можете это исполнить. Ставьте реальные цели, пожалуйста, по времени, чтобы не нагружать себя сильно. Ну и опять же, чтобы не растягивать этот процесс, потому что можно этот процесс тянуть как резинку и к своей цели двигаться годами. Когда вы напишите вот этот седьмой пункт, план действий на месяц, это очень важно, да. Возможно, вы потом на него посмотрите и скажете, о, так а почему я думаю, что я работу своей мечты могу получить через пять лет? Может быть, я его могу получить через год мне? В общем-то, раз-два, и совсем-то мало осталось делать, чтобы получить эту работу мечты. То есть вот этот пункт седьмой очень важен. Дальше вам нужно будет, конечно же, также расписать действия ваши на следующие месяцы и на перспективу, на ближайший год, на два, на три. То есть нужно ставить краткосрочные цели и долгосрочные цели. То есть ваша цель глобальная по достижению конечной цели, по получению работы вашей мечты или по созданию работы вашей мечты, ее можно разбить на более мелкие цели, на этапы, которые вам будут позволять продвигаться к этой цели. И вот когда вы это все разобьете на маленькие этапы, тогда вот по этим маленьким этапам вы сможете строить план достижения каждого этапа. И тогда вам легче будет устраивать самопроверку, смотреть на эти даты, смотреть, что вы сделали, и потом корректировать. Может быть, вы будете видеть, что вы можете ближе прийти, быстрее прийти к вашей цели, чем первоначально вы себе наметили. И несколько важных моментов, которые хотелось бы мне добавить еще к сегодняшнему видео. Это... Сейчас, подождите, я открою, потому что у меня очень много записей. Это... То состояние, к которому нужно учиться приходить, состояние счастья, состояние любви, состояние доверия, в первую очередь, к самому себе и к жизни. И нужно понимать и верить, что если вы знаете, чего вы хотите, то Вселенная будет вам всячески помогать это получить. Иногда, конечно, могут быть провокации, если вы не очень в этом уверены. Да, Вселенная будет вам устраивать проверки, готовы ли вы чем-то рисковать, чем-то жертвовать, чтобы получить то, что вы имеете. Но Вселенная, поверьте мне, Вселенная будет вам всегда помогать. И не забывайте об одном из важных законов Вселенной, который работает, закон притяжения. Подобное притягивает подобное. Это вот мы возвращаемся к пункту 1, к осознанности, сейчас поймете почему. Если вы окружаете себя информацией, о работе, которую вы хотите получить, если вы при этом думаете позитивно и себе говорите, да, это легко, это возможно, это достижимое, не оставляйте сомнений в своей голове, вам легко будет прийти, потому что подобное притягивает подобное. Но если вы себе поставили цель, и при этом, ой, нет, у вас сомнение, ой, нет, это не для меня, это я не смогу, это не получится, и здесь тяжело, здесь тяжело, вы притянете к себе то, что вы не получите, то, что это будет вам тяжело. Поэтому запомните, пожалуйста, ребята, запомните, пожалуйста, девушки, это очень важно, что нужно думать позитивно, и нужно всегда контролировать то, что у вас находится в голове, ваши мысли, да, и вашу речь в том числе. То есть всегда нужно думать позитивно. Если вы только себя ловите на мысли, что вы кого-то критикуете, или вы критикуете себя, обязательно нужно эту мыслеформу трансформировать в мыслеформу позитивную. Это очень важно. И окружайте себя теми людьми, к которыми вы стремитесь, меняйте свое окружение, не меняйте, добавляйте к своему окружению новых людей, которые вам помогут достичь того, чего вы хотите достичь в вашей жизни. На этом я с вами прощаюсь. Я буду вам благодарна за ваши комментарии внизу под видео. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите, все ли вам было понятно, что у вас получилось и так далее. И в следующем видео я хочу с вами поделиться своим опытом, как я в своей жизни пришла к той работе своей мечты, о которой я давно задумывалась, и которую я давно хотела получить. На тот момент не зная еще ни что такое коучинг, ни что такое позитивная психология и философия, не зная всех вот этих вещей. Сейчас очень много информации, все это можно найти, эту информацию легко получить, изучить. Тогда этого ничего не было. И тем не менее я пришла к своей работе мечты. Я чего и вам желаю. Я желаю вам сформулировать все то, о чем мы сегодня говорили, на бумаге. Этот листочек не выбрасывать, потому что мы еще будем к нему возвращаться. После следующих видео я тоже хочу вернуться к этой теме дизайн карьеры. Я так плейлисты назову дизайн карьеры. В этом плейлисте я буду выкладывать разные видео, которые будут помогать продвигаться этой цели вам ближе и ближе к работе своей мечты. На этом я вас благодарю, дорогие мои друзья. Всего вам самого хорошего. С любовью, Вика.